Привет всем, друзья! Вы на канале BeersDays... Стоп, стоп, стоп! Что? Торчит? Нормально? Да нет, блядь. Ну, это как титул. Это уже не исправить. А вот волосы мы ещё исправим. Слушай, блин. Это первый вопрос. Ладно. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Кирилл. Всем привет, меня зовут Стас. Вы на канале BeersDays. Сегодня мы поговорим о втором выпуске Матрикса. Ой, давай уже правду, давай уже правду. Короче, первый выпуск у нас пошёл по техническим причинам. Поплыл. Да, тут будет маленькая заставка. У нас сегодня пиво, как видите, во-первых, оно пошло в пляс, потому что у них выдавило дно. Да, то есть эти пять пизанских башен, собранные по Смоленскому. У нас срок хранения чуть прошёл, потому что не могли нормально собраться. Плюсом камера нас чуть-чуть подвела. Ну и в итоге мы решили переснять, чтобы уже было правду. Про пивоварню было понятно, что она из себя представляет. Два сорта нам тогда понравились. Это Панаций и Подольский лагерь. Прям нормально, вкусненько. Ну, дип, ну, дабл-ипа, да, понятно. Дабл-ипа и обычный лагерочек хмелённый, так сказать. Ему понравился. Нам понравился. Ладно, короче, сегодня у нас Матрикс Перезагрузка. Ну что, да, давай сразу не будем тупить. Давай только скажу так, что понятно, мы взяли не на перезагрузку тот же самый сорт, нам налили новенького. Так и оценим же это новенькое. Да, мы взяли, налили нам, взяли другое. Мутные, грязные бокалы. Всё хорошо. Да, чистый, нормально всё. Смотрите, у меня в руках берлинер-клюква. Сорт фруктовый берлин-вайт. Ну, то есть, фруктовая пшеничка, как я понимаю. Да, что-то мутная тема. Ну, кстати, знаешь, скажу, вот я, наверное, вот со своего полёта, микрополётика, вот рекомендовал к пивоварням вот именно прозрачные бутылки. Блин, ну там такой всегда насыщенный цвет. Видишь, что фигня. Да, да, это красиво для цвета, но это плохо для пива. Почему? А, ну типа... Темный, да, ультрафиолет, защита от ультрафиолета, и пиво может, ну, дольше. Ну, опять же, ну тебе отчёт, если вот так вот не ставишь на солнце, в конце концов, у тебя в холоде достаёшь. При том, я вспоминаю одну тонну, которую тебе разливают в прозрачные. Это не одна тонна разливают, это разливают в магазин, продающий. Да, да, но я просто к тому, что когда ты смотришь на вот... Ну да, ты... Ну, ты сначала... Я ловлю наслаждение просто от вида вот-вот. Да, насыщенный он цвет, ненасыщенный. И вот эта вот этикеточка и так далее. Отметить, конечно, свои фирменные этикетки, да, ну это прям классно. Не, кстати, у них на этикетках, что прикольно, у них есть, как я понимаю, ну, матрикс, чья это пивоварня, название, алкоголь и сорт. Не у многих пивоваренные, вот прям вот так расписано. Ну да, да, да. У некоторых там просто название и название пива, то есть не сорт. Да. Название пивоваренной, название пива. Ну вот представь прозрачные бы бутылочки, вот такой вот мутненький был бы тебе. Ну идешь, а где это вы кровь раздобыли и разбавили? Ладно. Да ладно. За вас, друзья, пробуем пиво. Пивная клюква. Клюква есть, а вот насчет пивное как-то там что-то где-то... Ну такая, не, не, не. Прям, слушай, ну как, ну пивная база с ароматом клюквы. Хотя вот когда открыл именно бутылочку, прям я такой, ни хера себе. Прям слюки опять. Ладно. Ой ты зараза, кисненько. Ммм, блин. Ну, как, блин. Хочу сравнить это знаешь с чем? С домашним, не квасом, а березовый сок, когда бывает в банке закрывают с лимоном. Ну типа под класс готовый, типа того. Питкое что-то такое ты проглотил, у тебя чуть-чуть такой легкий вкус, то есть не сильно наедающие фрукты. Легкая кислинка, как по мне чуть-чуть бы сбалансировать с сахаром. Ну, пивного, пивного нет вообще. Ну, хотя это солод, это должно быть. Да, пивного здесь. Нет, есть, есть солод, как мерил. Ну просто клюква, кислинка, легкое послевкусие, такое вот прям без дефектов вообще. Ну, пьется шикарно. Пьется шикарно. Пьется вообще легко. Ох. Газаться не сильно. Хотя, ну, пшикал там. Ну, такое знаешь, вот. Ну, ладно, что загадывать. Ну, чисто освежающее, да. Освежающее. Бли холодненькое, конечно, было бы получше. Да, у нас оно охлажденное, то есть у нас не холодное, у нас охлажденное. Охлажденное восстановлено. Да, короче, его просто, ему еще нету суток, как его разлили. Что его везли из Москвы, из Подольска. Подольск-Москва, короче там. И его привезли, то есть сутки еще не прошли, но оно не в холодильнике. Нет, оно было сначала в холодильнике. Было сначала, потом пока, да. Слушай, после тех пизанских башен, по-моему, это вообще... Ну, они были холодненькие. Потому что они в гараже лежали в холодильнике, без отопления. Ну да, у нас там почти зима было. Дальше у нас опять фруктишка. Слушай, что хотел сказать? Я думаю, у наших зрителей, ну процентов 80, ладно, 60, есть домашние животные. Так вот, эта фигня, у меня домашнее животное, кот. Сегодня у нас ночью была гроза с жестким громом. Так этот чел очень сильно испугался. Полез ко мне на тумбочку, уронил там бутылку воды, уронил туалетную воду, еще там кое-какую баночку. Открыл шкаф-купе и залез в шкаф-купе, спрятался. В три часа ночи всю квартиру поднял. Ну, у меня и жену. Визду. У всех такие придурочные коты. Это такой мой, блин, веселый такой. Я думал сейчас... Нет, знаешь, ладно, история, он такой... Я не могу снять, да и пивка. Но честно, блин, иногда он так делает. Это у меня просто последний сколько, наверное, месяц, в 4 утра, у нас не подъем, и понеслась. Ай, сижу пьяная на хате, во ёрках вся в лохмате. Ай-яй-яй. Ты такой, давай на двоих. Просто? У меня пяточки на двоих, давай банки. Немножко моей боли. Если вдруг вы видите здесь мешки, так я там не деньги складываю. Вишневый фрутбир. 4,3 алкоголя. Да. Сорт так и есть. Фрутбир, то есть это вишневое пиво. Вишневое пиво. Но вишневое пиво, опять же, пивная основа с добавлением сока вишни. По идее, да. Было бы прикольно, маленький составчик был бы. Спасибо честного знака. Ну да, а им пока не надо. Слушай, это не из той же бочки. Слушай, я тут наткнулся в Диксоне. Честного знака нет, и меня завернули на касте, типа, забери. Ну, типа, возьми другой. Я такой пошел за другим. А там тоже нет. А там тоже нет. А, это старая партия, и потом, ой, она пробилась. Это Горьковская ипа? Нет, чешский лагерь. Блин, я на него вообще... Да когда ты мне его купишь и покажешь? Вот это, 160 рублей? Да. Вот купи, принеси мне и мне, и зрителям тоже. Просто балдежный. Ты уже сколько выпуска? Ты половину нашего жизни канала расскажешь. Такой чешский лагерь! Не покажу. За вас. Пива и вишня, блин. Ну, пиво с вишней. Вишня с пивом. Ну, быстро пропадает. Ну да. Честно, мне даже чем-то клубникой чуть-чуть пахнет. Как-то. Да, кстати, вдалеке, что тут прям... Ну или тут, блин. Ну, в общем, аромат прикольный. Но не яркий. Ой. Честно, недалеко от этого ушло. Прям вишня, вишня. Ну, просто вишня. Вишня слабоватая, косточки вообще нету. Ну, слабая косточка вишня. Если же слабое пиво. Не яркое, слабое пиво. Посмотрим по ценнику в конце. Да пофигу тут на ценник. Ладно, давай так. Вот мне это слабо. Я бы себе вот... Есть в айсбир. Вишневая вайсбир. Вот оно там прям вишня-вишня. Ну, по крайней мере, ладно, было. Было, сейчас нету. Оно такая... Смотри. Я тебе сейчас не объясню. Ну, вот там прям вишенка была. Даже чуть-чуть с косточкой. Но без схемоз. Подожди, это не про крик? Нет, именно не про крик. Там именно был фрутбир. Ну, то есть вот, допустим, грубо говоря, крик. Для меня фрутбир это разбавленный крик должен быть. То есть, как бы вся составляющая должна остаться. Такой схемозенный, блин. Ну, как бы он не плохой, но... Ну, это просто любители, само собой. Ну, да. Слушай, ну, как будто основа одинаковая. Ну, что логично. Ну, просто с добавлением вишневого сока. Кстати, вот когда мимолетно нюхаешь, какой-то дефект чувствуется. Не пойму. То ли не дефект, то ли запах такой просто. Слушай, а может быть я лайки раздаю, потому что мне просто... Ну, вот это фруктовое. Да, да, да. Скорее всего. Скорее всего. Поэтому мне нравится. Вот охлажденное. Ну, там посидеть на даче, что-то поделываешь. Вот такой вот пошел вишневочкой, легкой, холодненько закинулся. Прям супер будет. Ну, как компотик, короче. Ну, как компотик такой. Только что для меня это не нафиг ваш компотик. Ну, конечно, честно, честно, я бы может... Ну, опять же, чуть покрепче бы, но это уже... Ну, куда ты там? Ну, куда ты, понятно. Куда? Ты же на даче работаешь, что ли? Не-не-не, это я имею в виду разные обстоятельства. Так, черный в кадре. Блин, ну вот честно, название мне очень... Пиво Копченое Дым над Пахрой. Да. Слушай, хочешь узнать больше? Давай узнаем больше. Над Пахрой. О, тут какой-то QR-код есть. Давай. Я перешел через QR-код, смотри. Копченое пиво из Подольска. Рубрика «А ну-ка поясни». Пивор Георгий рассказывает о пиве, которое сварил обзор на наш сорт Дым над Пахрой. Копченое пиво в немецком стиле. Попробуйте. Короче, тут обзор на это пиво. Но мы его смотреть не будем. Ну, слушай, я понял. Я думал, что что-то чуть другое. Над Пахрой. Пахра – это речка, да? Река. Ну, река. Речка маленькая, река большая. Вот, что интересно. Смокетбир Ипа. Первый раз слышу. Типа, Копченое Ипа. Я боюсь, сейчас я впаду в состояние тогда Копченый Чиво. Да, да, да. Вот это. Копченый Чиво. Ты не представляешь, что Копченый? Ну, ты когда-нибудь нюхал жидкий дым? Нет. Зачем мне таким образом? Ставьте лайки, чтобы мы произвели обзор на жидкий дым. Да. Вот это будет эпично. До Кирилла, до Кирилла, да. Да, да. Вот, типа, у меня вот есть вопросы, которые мне ступро просто бросают. Ну, вот, ну, как-то не знаю. Как бы он не тупой. Да, он не тупой. Но загоны есть. Нет, просто есть такая тема, как, типа, профессиональный идиот. Знаешь, вот, вот. Ну, типа, в своей компетенции ты, как бы, вообще шаришь. Ну, где-то там ты вообще... Блин, ну, это ж жизнь-то. И я здесь, я просто вот, я не знаю, я вот теряюсь. Вот, ну, блин. Вот, нюхай, давай. Паприка. А сало Копченое, нет? Ну, если притянуть свинью за уши. Прикол то в том, что вот, Копченое, паприка Копченое, мясо Копченое, пиво Копченое. Ну, такое. Да, да, да. Слушай, а с другой стороны, чего я тоже тогда затупил? Виски Копченое, потому что пиво было, ну, как бы прикольно, но вот не вот такой вот свежатенько и так далее. Может, я просто не про них. Да, ну, офигенно было. Вот это жжёнка, именно Копченость вот эту. дым прям. Ну, вот сейчас я понимаю, кажется, вот по чуть-чуть. Ну, не мое точно. Не мое точно, но оно обладает своим стилем, скажем так. Да. Но тут прям вот это вот даже долгое послевкусие, именно вот копченость, дымность вот этого. Тяжело, что оно ИПА. Слушай, что ИПА вообще нигде там нет никаких. А вот этого, кстати, да. Сколько алкоголя? Пятера. Пятера. От ИПА здесь только что оно L. Три буквы. Три буквы на этикетке. Ну, L. Да, три буквы. Ну, аромат держится. Вот, кстати, вот даже если фрутбира, они прям уже посрезали с ароматом, здесь они, ну, прям вот, да. Не. Я это допить не смогу. Это странно. Это очень странная штука. Слушай, ну, реально копченый стаут. Блин. Это копченый ИПА, по идее. Но для стаута жидковато. По плотности. Для ИПА. То есть он такой водянистый. Не уходит ВИПА вообще, мне кажется. ИПА просто копченый лагерь, блин, я бы сказал. Лагерь. А что ты сегодня не открываешь? Вот тут обычно я открываю. Ты не открываешь, когда я много разговариваю. А, ладно. Ну, давай, выкрутите. Фан Пэшн Маракуйя. Да, увидят они все. Империал Дабл. Что? Империал Дабл. А? А? Ну-ка, выкрутите. А че Галипы там не написано? Ну, Империал Дабл. Империал Дабл. Блин, 8,5 алкоголя. Вы что, ребята? Да, скорее всего, это ИПАХА. У них здесь не написано, потому что ну, Дабл, Империал, ИПА так и называют. Просто там превышение алкоголя. Вот, кажется, вот эта вот остановочка будет почти конечная. Конечная там будет. Этот мем с сердечком, моя остановочка. Хватит нюхать бутылки. Ты открывай, наливай. А я пока о чем-нибудь расскажу. Я ничего не расскажу. Ничего интересного сейчас как-то не происходило. ИПА с Маракуйя. Ну, Дабл ИПА, да. Дабл ИПА с Маракуйя? Ну, да. У них какой-то косяк. У меня все пиво примерно, вот когда вот на токональешь. Блин, что-то я вообще разлил по фирме. Вот, кстати, да. Почему разливаю я обычно? Все, ладно. Открываешь своим кольцом все власти. А ты? Ну, понюхай вот. Ну, пена не то. Пенка, подожди. Что-то не то. Что запах? Ну, во-первых, очень мало... Ну, суши, цитрусовые есть. Очень мало. Ну, такое, ну, вдалеке есть. Ну, то есть, Дабл должен... Ну, прям, мы на стриме обсуждали вот лихо, когда прям... Ну, да, лихо, конечно. Ну, ладно, да, это чуть другое, но все равно. То есть, это... Слушай, прости, так, фэшн, 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 маракуйя. Ну, давай попробуем маракуйю. Ну, вот. Очопнется. Это будет жесткий на монтаже такой... Чонг. Сейчас. Подождите. Ну, аромат слабый. Горчинка какая-то есть. Что по маракуйя, апельсинам и хмелям, ну, вкусовые, которые не горечь, а вообще что-то ничуть. Нет, я бы разделил этот, ну, скажем так, вкус. Ну, прям, маракуйя, горечь, сладость, горечь, маракуйя. Ну, и все такое вот, ну, как бы, ну, все чувствуется. Слушай, нет, ну, прям, если вот так вот... Да вообще что-то как-то... Ну, не знаю, вот... Я просто сравниваю с другими даблдипами, да, то есть, даже то же самое... Ну, кстати, да, это... Да какой дабл? Даблдип? Просто ипаха от одной тонны, какой-нибудь... Хагнер. Блин, слушай, у нас тут живых... Хопридж. Ну, хопридж, бой. Ипаха, хопридж. Нормально. Не, она нормальная, да. Она прям, ого, а тут дабл и такой... Ого. Слушай, стоит рублей 400, наверное, у них. У них панацея, панацея, конечно, крутая была. Ну, панацея 400 стоила, это, думаю, тоже там же. Слушайте, ну, Грингот был сладкий, типа говорите. Грингот это был с кэнди, типа сладкий дабл ипот. Он типа... Кэнди, да, он такой сладковатый был. Ну, я замешаю. И то получше, и то, мне кажется. Ну, опять же, я не назову его плохим, я не назову его на любителя, ну, как-то вот, вот, все такое в перемешку, блин, ну... Непонятно, непонятно. Непонятно. Не вот, не пойму. То есть, когда я прочитал название, и паха и так сама по себе отдает какими-то там тропическими фруктами, типа там манго, маракуйя, вот это все. Мультифруктуру, говоря. А когда ты читаешь еще дополнительно, что здесь написано маракуйя, я думал, что это будет что-то сладенькое. Типа милкшейка иипа, вот это, знаешь, когда там фруктов навалено. Ну, да. В смысле того, что, как бы и дефектов нет прямых? Ну, вообще ноль с ними, на мой взгляд. Ну, на наш. На наш неопытный, непрофессиональный взгляд. Типа это можно пить, но прям ледяным, наверное. Прям неохлажденным. Ну, что-то там закроется, опять же, с этим охлажденным. Ледяным, да. Ну, кстати, алкоголя вот прям явно не чувствуется. Прогрев чувствуется. Спиртуозности на вкус я не почувствовал. Да ты слушай, нифига себе. Прогрев чувствуется, спиртуозности нет. Вот это хорошо. По-моему, ты сейчас вот очень тонкую тему поймал. Блин, так 8,5, ни хера себе. У меня сейчас вот все, что я наговорил, с тем, что, блин, 8,5 алкоголя. Блин, сейчас начали продавать в магните вот этот от производителей Хопрайдера, которые вот сезонные ипо. Ну, вот эти баночки. А, Сэшн. Блин, 7,9, которые алкоголят, Сэшн, я не помню. Нет, это не Сэшн, это ипаха. Я вылил его нахрен. Это просто... Это которые эти, с коробками такими? Да, да, да. Я взял на пробу, 3 там просто было. Ну, подожди, ты тоже взял? Там есть ипо, Сэшн, ипо, Стаут, типа Вайзен. Слушай, я сегодня еще просматривал, которые вот 7,9 алкоголя, это просто тебе... Я не помню, кто 7,9. Блин, это просто тебе вот охота крепкая, но с другим вкусом, блин. Так навалили. Я такой, да ну нахер, он меня просто уносит и невкусно. Я такой, да, в раковину. Я вылью. В сломо поймал. Ты прочитаешь, что там было? Я не хочу. Давай сначала нальем. Потом почитаем. Русский имперский стал. Тоже твоя остановочка? 10,8 алкоголя. 10,8. Просто в литре 100 грамм водки, ну не водки, а крепкого алкоголя Русский перстат, да так и называется, правда в глаз попало Ну ладно, давай за зрителей, за лайки, комментарии, подписки, за просмотры шорцев и стримов Спасибо, что подписываетесь, подскажите какую-нибудь игру для просмотра А, нет, там игры есть, игры есть, я буду ковырять сейчас 2007-2008 вот эти года То есть мне говорят, давай God of War, еще что-то тоже говорили Потом на меня Ведьмак, давай Казаков третьих Я такой, типа подумал, не, нифига, будет Dead Space Посмотрим, как Стас писается Да там не страшно Ты что, обалдел, блин, Dead Space? Dead Space, да Вообще, капец Это что, не амнезия? Не, не, ну все равно там Ладно, ладно Нет, подожди Слабо, очень слабо и никчемно для русского имперского Слушай, иди-ка ты Да серьезно, давай вспомним Кёнигс Русский имперский стал, вот эта, шопанская бутылочка на Новый год была Блин, не помню Блин, 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 блин Барль-3 и вот это все Я помню Такая здоровая крышка у нее И там у нас сразу Ладно, чернослив, винные ноты Ну ты про это же? Ага, это от Кёнигса Это от Кёнигса Блин, да ты бы сказал бы на... На Новый год Да, все Да, да Ну, блин Русский имперский стал Ну да, там прям смола Ладно, мы узнаем, сколько там, там, да Там 32 плотности было Ну там прям смола вот такая переливается, блин 0,7 там Там 0,7 или 0... какой близости? 0,3 бутылка 0,33 бутылка 0,33 бутылка, блин Ну, слушай, давай так, есть все от русского имперского сталта Вот, все есть Ну, даже мне выше среднего по аромату А вот по вкусу? Хочешь, это ближе к портеру, чем к стауту Особенно русско-имперскому Да По алкоголю, да Но он не чувствуется Он чувствуется на прогреве Все, что здесь присутствует Это, считай, грубо говоря, горчинка Да, горчинка Ближе к портеру Более-менее Чернослива, ничего такого Чуть-чуть где-то отдаленно Что-то винное Вот как только выбиваешь Только начинаешь делать глоток Чуть-чуть тебе язык обдает Чуть-чуть что-то А так в основном жженка тебе херачит И на послевкусие все такое Стоит Честно? Афанасий портер Вот почти такой Только пожиже Афанасий портер будет Это поплотнее Но тут такой У меня лежит бутылка в холодильнике Но я думаю так Сначала надо чуть-чуть в тепле Чтобы она постояла За определенное время Нет, не надо делаться Афанасий портер Такого не надо делаться Ладно Это тебе не тот портер А есть комментарий Разница То есть типов пива В разливе И вот в стекле Условно они хранятся Вот там В целом Я тебе скажу Что пиво Которое вот так вот На разлив Которое куплено В бутылке такое же В стекле там Или в банке Оно будет разное Я такое делал Сравнение на Дзене Потом у меня Перехватил Парниша там Он частенько сейчас Стал выпускать Такие посты Когда он сравнивает У него там полегче С этим Он может То и то Просто приходит Баночка И сразу на разлив Чтобы у нас найти это Это прям надо Вообще ничего Невозможно В итоге Это было вот У вас еще тяжело У нас это вообще Блин нереально А там 2-3 Может появиться За 3 месяца Можно что-то выцепить Но я конечно подумал Что это Очень Бесперспективно Да Но в общем Да Оно отличается Ну это к вопросу На стриме Тогда Ну запомнишь Эта бутылка Разливка И так далее Там подобное На стриме Спрашивали Там Деньшат Даже кинули Это Хотя можно В тщательно Написать Соточек А 9109 Была Посоветовать Светлопил Короче Смысл в том Что да Есть отличия Прямо бывают Кардинальные Отличия То есть Там Вплоть От цвета Ух Газация Само собой Разная Будет И Вплоть До вкуса Это вообще Разная Может быть Слушай Нахерачит Короче Мне Так Жженка Жженка Здесь очень сильная Даже как-то Не хочется Быстро запивать Хочется посидеть А я попробовал У всех запах Примерно один и тот же То есть Одна какая-то основа Мне непонятная И неприятная Ну со своими небольшими Где-то чуть фруктов Там туда-сюда Накидывает Но почему-то У всех один Какой-то неприятный запах Ну такой Странный Ну а По вкусу Они неплохие Они просто Не яркие Ну кроме вот этого От этого ждал Ты прям нормально Что-то ждешь А там Ну я А это вообще Странная штука Тут ярко Тут ярко Так что Блин не поймешь Тут ярко И это плохо Слушай Вот хорошо Я скажу так Что я чувствую Фишку каждого пива Каждого крана Я прям прочувствовал Все Они все разные Они все на свой вкус И мне это все Я это все уважаю Хотя бы Поэтому Все это имеет место быть И это пиво Найдет каждого Своего потребителя Болевому То есть Понимаешь Ну когда покупаешь Разнообразие От фруктов До копченого От копченого До дабл-эпахи Извини меня Тоже С одной основой Налить так Сока Это не одна Основа Все равно Не надо Ну хорошо Да Ну блин Насколько я Иногда просто Мне тяжело От Обычных Наших Съемок Пятерочки 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 Прям Я Я Наслаждаюсь Особенно Потому что Ну Если В твоем Городе Есть Какое-то Разнообразие Я Признаюсь На камеру Покупаю себе Бат Потому что Ну хотя бы Блин Просто Просто Оно Залетает У тебя есть Нормально Волковская Продается В любом Магазине Горьковская Бутылка Ладно У нас В левушках 10 видов Светлого пива Блин У кого цена У тебя Или у меня У тебя Другая фигня Так По цены А стой Подожди Мы же сначала Доставляем оценку Я не хочу ничего Выделять А вот Я не хочу Я Оно под разное время Под разные Даже нет Не из-за этого Мне ничего Не понравилось Прям типа Вал Типа Ой я бы Это купил Единственное Что мне прям Я не куплю Это точно Вот это Потому что это Ну не мое Оно очень копченое Пиво такое копченое Ну это жесть Замысл легкая Копченка Для меня Опять же Это я не в обиду Кому-то Кому-то Может это нравится Кто-то может Возьмет обычное саль С этим пивком Будет запивать И думает Ё-моё Копченое сало Можно мариновать Сало в этом Ост ушли Так Стоп 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 Ладно Давай по цену Или что Я хочу просто сказать Что Все это вкусно Блин Ну все это вкусно Мне понравилось То есть я прям доволен И что-то вот Из этого выделять Конечно это под разные случаи Но это прям Летнее пивко Прям вообще Газировочка Газировочка И прям вот Жару Газировочка На даче И прям вообще Был классно Даже алкоголя Там не чувствуется Ничего Как компотик пьешь Газировенький Это конечно Это на любителя Но оно обладает Своим Выраженным Эффектом Самое Самое Своё Оно прям Мощное Здесь Ну прям Ну проигрыш Скажем Ну короче Ну короче Типа другого Ну немножко Ну есть панацея Вот которая прям Блин Блин вообще Очень просто Ты сколько Понял Лупанула Подожди Или это тоже Империал Лупа Нет Это был Дабл Это прям Дабл Дабл Это империал И дабл Это одно и то же Ну пускай Это прям Дабл Это прям Жиденько Но есть Портерская Начинка Да Начинка Но при том Есть Кёнигс Который Прям 0.33 Сейчас еще цену Знаем Потому что Кёнигс Стоит 290 За 0.33 Ну там прям Вау Ладно Погнали Там выдержано Ахерен 300 300 250 600 А кто-нибудь Паравана Тракториста Получал Бля Нет Ладно Вот Ваня Говорил Что Где-то Это Два раза 300 Выложить Да После первого Шеста Ну я не мог Без этой шутки В кадре Ну вы че Да Блин Ну Звучит же Охуенно 600 Это литр 600 600 Мазафата А дабл 400 Ну как я говорю 400 будет стоить Как Панацея Но Панацея Просто эту фигню На лопатки Выкидывает Нет Не 600 Чувак Нет 2.05 Афанасия По 100 Сколько По 130 По 130 160 Без проблем Вообще нормально И еще плюс бутылочки Для сидра Да Безотходное производство 300 300 Как Для девочки Типа Своей подружание купить Да Своей подружание купить Но если честно Хотелось бы Чтобы по насыщению Был именно Фруктовый вкус Слушай Я Помнишь Коза в малине Ну Ну вот Там прям Вот малина Отдельно Пивная база Она как-то Вот Не стак Не знамя Я что-то лучше Может там Пожидал А вот здесь Прям органика Органика Поверю тебе Просто потому что Ты к этому ближе Да Здесь крафт Процент Это понятное дело Что это будет дороже Чем обычно Но это внушительно дорого Одна тонна Литр стоит То ли 60 То ли 480 Ипахи Ну там ипаха Прям очень яркая 480 ипахи Сейчас Литр 460 или 480 А не 350 300 Стоит Не подожди Пшеничник Блин Ну все равно прикольно Класс Интересно Это Заканчиваем Пиво Да После Псковского Особенно Кстати Ооо Да 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 Ладно Это ребята Это отдельно Мы обсудим Ты бог После того Стало то Ты бог Все поставить Закончили Ладно все Ребята Пишите комментарии Ставьте лайки Что вы думаете Надеюсь Пробовали Как вам Всем пока Шикарно